Дополнительные ограничения в связи с COVID-19 вводят в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В этих городах складывается неблагоприятная эпидемическая обстановка. Количество вызовов скорой помощи достигло тысячи за сутки. Оперативный штаб краевого правительства рассмотрел ряд ограничений, которые коснутся работы поликлиник, работы образовательных заведений и новогодних каникул. С подробностями Дарья Небора. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре медики сейчас работают по 12 часов в сутки, 7 дней в неделю. Компьютерные томографы делают по 100 исследований в сутки при норме до 30. Нагрузка на медперсонал и аппаратура максимальная, говорят в Краевом Минздраве. Вместе с тем, многие горожане с пренебрежением относятся к масочному режиму и вакцинации. А вы знаете, сколько сейчас лежит у нас на ИВЛ в 10-й больнице? 45 человек тяжелых. А я хочу напомнить, что, к сожалению, сейчас сам вирус такой, что 9 из 10 из них умрут. И вместо того, чтобы делать вакцинацию, у меня 1710 жалоб о QR-кодах только за одну неделю. Оперативный штаб Краевого правительства по борьбе с коронавирусом разработал новые ограничения, которые должны помочь снизить число контактов между людьми. Сегодня утром их обсудили в мэрии Хабаровска. В клиниках немедля должны приостановить плановую диспансеризацию, медицинские профосмотры и дни здорового ребенка. Непродуктовым магазинам и компаниям, которые оказывают горожанам финансовые и социальные услуги, следует изменить график работы с 11 до 20 часов. Рекомендации касаются и Комсомольска, и Хабаровска. Основной зоной риска для горожан. По данным Роспотребнадзора, остается общественный транспорт. Посмотреть или пересмотреть график поездки на общественном транспорте, потому что мы сейчас тоже будем смотреть и раздвигать график работы для предприятий, для администрации города, чтобы уменьшить нагрузку на общественный транспорт и часы пик, скопление пассажиров. Среди заболевших стало больше детей. Поэтому в Хабаровске и Комсомольске на Амуре с 15 декабря рекомендуется отменить кружки дополнительного образования и временно закрыть игровые детские комнаты в замкнутых помещениях. Уйти на каникулы школьники Хабаровска и Комсомольска должны раньше, с 27 декабря. А новогодние елки состоятся, но при особых условиях. Сейчас Краевое министерство образования разрабатывает их вместе с Роспотребнадзором. Обстановка располагает к ужесточению мер. Необходимо запретить проведение любых мероприятий, спортивных, экскурсионных, концертных мероприятий и других любых мероприятий, которые предполагают концентрацию любого количества людей в определенном месте, в определенный период времени, как для детей и взрослых. Постановления с рекомендациями Краевого оперативного штаба переданы сегодня на подписание губернатору региона. Как только подпись будет поставлена, рекомендации станут руководством к действию. Дарья Небора, Иван Юров, Телеканал «Губерния».